всем привет добро пожаловать на наш канал я нашла в себе силы познакомить вас с щенками онлайн у меня это делать не получилось потому что был стресс были нервы все время с щенками не хотелось ничего не снимать сегодня нам 10 дней я не знаю когда я это выложу видео но на момент съемки видео вот этой девчонки 10 дней мы сейчас покушали эта девочка салатовая ленточка сейчас активно-активно накушались вот такой вот бутузик вот такая вот хомячок девочка такого пшеничного окраса будет как лилька на все на нее очень похожа какой-то не шикарный воротник полоска глазки как у пандочки ду ду замучила я китаю так пузико наели сейчас будем делать массаж животика чтобы в туалет купить сейчас вам покажу как это делаю я уже присноровилась ко всему поначалу было очень сложно потому что это мой восьмой помет и и никогда не сталкивалась с тем что пропадет молоко но благодаря профессионалам благодаря кучу вебинаров люди неонатологом а я справилась совсем всем привет сейчас я буду писать кряхчу потому что хочется уже в туалет берем тепленькую водичку влажную салфетку и сейчас мы будем кряхтить и писать ду ду вот так делаем массаже и напишет аналогичность покакать трем попку на самом деле у меня делает это лиля я ее сейчас позову она будет всех обрабатывать своих девчонок вот таких плехту лечек но изначально когда лили отходила после операции первые пять дней она вообще щенков не видела и все это делал я как бы все равно я ей помогаю обязательно после каждого кормления я так делала не болели боже такая прелесть я не могу да просто чудо для меня что они вот не знаю как объяснить я очень переживала за них за такой вот просто комок ленточки у них не меняются она как вот есть салат и так есть салатовая и клички такие подпольные вот это у нас салатовая девочка изначально она была аруния потому что она такая самая сильная самая активная сейчас кстати она практически уснула они после еды сразу ложатся спать поэтому не буду тревожить отправляю ее в наш домик но это нереальная милота я не знаю не знаю как описать свои чувства щенки корги это что-то нереально милое вот кстати мы сходили в туалет я извиняюсь но меня смотрят люди которые хотят заниматься разведением либо занимаются и вам это должно быть интересно кстати вот она я похудела на 7 килограмм просто ничего не осталось я очень сильно нервничала и рада что время идет быстро скорее бы закончился у нас неонатальный период чтобы щенки уже начали прикорм потому что неонатальный период это всегда риск потерять щенка что-то не доследить любой момент может пойти что-то не так ручки мы поймут и каждого заводчика были такие ситуации это мой восьмой помет у собачек у меня было шесть пометов котят это восьмой помет у собачек и это максимально самый сложный мой период сложный на самом деле все что не делается это значит она так и должно значит нужно пройти этот этап чему-то научиться взять опыта но честно сказать я не ожидала что будет на меня это все так эмоционально действовать эти дни прошли довольно таки быстро но я не спала полноценно уже 12 дней учитывая что на ченочком 10 дней но до этого я следила за лилий за спадом температуры потом она стала ходить в роды и соответственно 12 дней я полноценно не спала сплю я три часа потом просыпаюсь но иногда помогает муж когда он дома также не работает в ночь но первое время очень мне помогал с тем что он также умеет кормить щенков все даже лучше чем я первое время у меня вообще не получалось мне просто платка паника почему они не присасываются почему вот как может соска не нравится еще в городе у нас чем продают это было очень волнительно для меня вот но мы справились мы сможем кормили их по очереди всему всему научились грелку тут наливали сначала же была водная мы там электричество купили и проблем стало намного намного меньше в общем поддерживаем и влажность и температуру тут на кухне сейчас нас идеальные условия тут потому что для них это все важно все влияет вот эти первые пять дней жизни были самыми сложными было очень волнительно вот такой вот у меня опыт будем дальше показывать вам как растут наши детки чуть-чуть будет не в онлайн-режиме скорее всего я выложу это видео когда будет членочкам примерно дней пятнадцать вот в телеграм я тоже пропадала на несколько ну там практически на неделю я просто брала телефон и у меня не было сил отвечать писать просто появляться потому что некоторые там хотели уже бронировать даже щенков когда им там один день было девчонок этого делать нельзя щенок должен пройти неонатальный период то есть щенок должен стать щенком сначала а не таким малышом но сейчас все более спокойно у меня нет уже паники малыши набирают вес сейчас будем их взвешивать вот у меня дома смесь а то первые дни мне там задержали доставку на пять дней а смесь такая штука что на авито ее страшно покупать потому что скрытая она должна идеально храниться и не более трех месяцев ну я только за новый товар за оригинал но никто не занимается продажей этой смеси потому что с руководством или маленькие она стоит дорого и зоомагазин просто отказывается ее продавать мы живем в маленьком городе и только в одной ветеринарной аптеке я эту смесь нашла расфасовочную это стоило в три раза дороже конечно но это просто нас спасло если бы не это аптека динго за что им большое спасибо каждый раз я их благодарила просто что у них есть смесь хотя бы фасовочная 700 рублей за 50 грамм 50 грамм это на два кормления то есть даже не полдня а 6 часов вот в общем ездила я к ним 3-4 раза 4 по моему вот и получается мы уже третью баночку открыли и дома у меня сейчас уже две банки я вам покажу покупки которыми пришли или тоже у нас постоянно я ела эти баночки гастроинтенсил гепатик все для ее восстановления сейчас кормила щенков заказала заставку потому что у меня сейчас вообще не вариант куда-то выходить я не ждала мне доставить за 29 минут я обычно с бермаркет по 5 часов жду ну надеюсь здесь все нормально первый раз из пятерочки заказа обычно из магнита мне батечка пришла до новых других собак не показывала сами понимаете мне ну вообще сейчас все сказать не до видео и нужно собак привезти йорка в порядок думаю громероев записать всех троих ну потому что самой я знаете сама стригу но лучше это сейчас в данный момент жизни чтобы сделали другие люди и так что я заказала индейку гуляш свиной вот курица что-то надоело уже лаваш я сейчас часто делаю шурму ну вот такой домашний вот здесь моцарелла салат часто делаю тоже помидоры огурец такие помидорки не беру много потому что быстро почтится хлеба я взяла вот такие булки просто пятерочки особо хлеба нет нормально вот эти булки мягкие вот такая колбаса останкинская я люблю тонко нарезанные нарезки всегда беру яйца не разбитые коробки рваные довольно крупные такие по 139 сейчас написано были деревенские сахар два рулета ну Денис Мя уже пряники у него тут будет еще пряники с огусенкой и сладкого вот такие конфеты давно их не брали и всякие батончики чтобы было что перекусить ну в общем у нас всегда здесь все лежит я это особо не ем но есть у нас один товарищ кто ест у них есть кислые леденцы я тоже как бы взяла пусть будут я люблю кислятину так дальше молоко но оно всегда нужно купила этот гель для белого с вернелем он тут идет у меня сейчас очень много белого и всякие пеленки и у меня много белого потому что обычно порошок не отстирывает надо еще кислородный заказать на ВБ так это гель для душа он 289 рублей всего за 750 миллилитров учитывая что мы промокод дали на 400 рублей собственно поэтому я и заказала он вообще вышел бесплатно здесь 750 миллилитров а чай еще зеленый с манго давно не покупала какие-то чаи все выпила наконец и теперь хотя бы новое есть и макарошки тут еще барилла спирали бантики тоже все по акции короче мне из пятерочки больше понравилось чем из магнитов ну потому что 29 минут и все дома и я дальше могу делать свои дела уже сегодня я ходила магнит косметик потому что там именно в физическом магазине 20 процентов скидка на все абсолютно на любой ценник абсолютно на каждый товар и соответственно я решила закупиться так я сейчас в планах у меня экономить хотя бы в следующем месяце потому что у нас все сейчас просто максимальный удар по финансам произошел и я не упустила возможность купить все по скидке потому что все закончилось и летит просто с каждым днем порошок сейчас очень нужен взяла ариель аквапудра два с половиной килограмма стоила 379 и по итогу он вышел 303 рубля считаю это очень выгодно тем более он с ароматом от ленора просто засыпала пеленки постирала собачек и все дальше я взяла пятного водителя ваняш бывает нужен дезодоранты себе и нужно я беру всегда такие также гель для бритья пропер с лимончиком давно не брала мне кажется самый классный это с лимоном есть специальный для собак но мы что-то не очень нравится также шампунь мы уже взяла я сегодня два раза ходила и первый раз взяла и второй надо чтобы запас был потому что на него тоже летят очень быстро взяла полоскалку для окта для зубок надеюсь нормальная тоже она вышла там 150 рублей а так на 220 салфетки нужны сейчас для щенков потому что я им массирую животики и дефекация у них происходит на салфетке тоже летят по полпачки в день у кого питомник кто заводчики это очень очень нужно для шампуньку свою колин она стоила 479 и получается так 469 была и 375 стала в общем удобно я заплатила за все это 2400 соответственно скидка у меня было 772 рубля днем брала еще азелит он за 130 и вот такой как это для мытья посуды сменный блок то есть здесь литр и я заливаю все в дозатор свой очень классно это иметь ежевик он такой голубенький в общем что нужно для себя человеку который живет отдельно от родителей которому 25 лет и которого вот это вот радует вот если вы меня поняли то отпишите в комментариях женщины девушки ну я не знаю в настоящее время таких цен просто нигде не найти и ты радуешься уже скидкам у щенков время кушать на бутылочку хватает такой штукенции на два дня спрашивали чем можно кормить это тоже самое что сучи молоко все витаминки очень дорогая вещь но что поделать что поделать в этой бутылке удобно размешивать смесь и потом кушать через вот эту у нас уже растерлась фирма с такой маленький носик но это здесь насадка отравила канину вот эту обычно убираешь и кормишь смесь я всегда развожу новую я ее не храню в идеале ее не хранить хоть и производители пишут что 24 часа можно хранить в холодильнике но вообще этого не делать не рискуете вот я готовила салфетки чтобы их вытирать ватные лиски у нас делает это все лилия но иногда они просто в процессе какают извиняюсь за подробности но это малыши и можно все здесь у нас пеленочка пледик и сейчас мы будем горбиться небольшой обзор на домик который сейчас у щенков где они растут живут он застегивается потому что они не могут выходить уже это наш тент от фирмы триола вот так мы его обустроили он везде открывается с разных сторон здесь у меня коврик лежанка такая ну матрасик многоразовая пеленка здесь еще плотинчика вот такие вот пеленки просто идут в расход детские обычные и под пеленкой лежит грелка специальная детская на первом режиме вот единичка она всегда включена и на нее еще вот слой полотенца и пеленки потому что ну даже на единичке довольно таки горячо важно их тоже не перегреть но если щенку жарко и в норме он должен сам уходить и они переходят сюда могут вот так даже ползать они любят куда делись они все тут лежат под ковриком в общем они уже довольно таки ориентируются сами обычно здесь сидит лилька лежит их аккуратненько она очень аккуратная она боится лишний раз двинуться чтобы их не раздавить но они здесь лежат и вот эта вот плюшевая мама первые пять дней нас выручала они прям под нее залазят греются тоже и в чем плюс сюда можно грелку ставить или бутылку и она будет греть первое время я так и делала она у нас получилась с грелкой когда-то я ее покупала чисто по приколу а в итоге блин она пригодилась и все классно каждый день у нас не выключается машинка мы используем многоразовые пеленки и для Лили потому что она еще не восстановилась и может сходить в вольере на пеленку потому что органы еще не встали на место все это будет восстанавливаться мы с ней гуляем как и по-прежнему два раза в день без физических нагрузок то есть чисто в туалет у нас сходит и мы домой идем но также вот она на пеленку слава богу может сходить не будет терпеть терпеть ей сейчас нельзя восстановится она не знаю когда щенки наверное будут уже взрослые поэтому я не против что она может сходить на пеленочку вот ее вольерчик быть кто-то к ней заходит тем более у нее подтекают лохи лохи это кровь выделение после родов так как она все равно родила одну девочку сама соответственно у нее идут выделения поэтому она вольерчике без никакой активности и у нее вот такая большая нагроза пеленочка все это я стираю каждый день она буквально один раз в туалет сходит а сразу стираю чтобы она не лежала в этом на мокром пусть они впитывают но все равно мокрые становятся такие матрасы я использую для щенков у меня их три и обычные вот такие детские фунелевые пеленки ну и такие старенькие детские я конечно одну купила красивую потом может все куплю для фоток но они все это уделывают за три часа они уже начинают сами ходить в туалет сформировался стул поэтому вот стирки много это у меня и маленькие ходят на пеленочку на маленькую привет привет лиза кружись ай кружись ай молодец лили лили что это давай не бесись иди лиля лиля иди ай умница хорошо все ложись лили вообще очень умная собака на самом деле я это не раз говорила и буду говорить сто раз она просто никак не сопротивляется что она сейчас живет в вольере ну это медицинское показание нам так сказали что никакой активности чтобы не прыгала ай только лежала кушала пила и в туалет ходила с этим у нас все нормально вот она вылизывается у нее подтекают еще ну это нормально это у всех девчонок у меня так было у нее более обильно потому что как бы многоводие и сама собака больше да и девочки немножко раздражают потому что мамочка защищает хоть они не здесь у нее все равно инстинкт этот материнский он работает она ничего им не сделает она просто так предупреждает чтобы они ее не бесили они вот так вот прыгают около нее это нормально так делает и Юся так делает и Бэти они мамки они защищают за и детей это дурочка такая лень они сами мамки да Бэти Юся тоже бабушка конечно она тоже мать героиня ты с их детьми играла и они с твоими потом будут дашь поиграть ты смотри она первый раз взяла игрушку